Добрый вечер, здравствуйте! Сегодня у нас 20-й юбилейный выпуск программы 900 секунд. Ответы на вопросы после 7 Нарвекова с Алексеем Владимировичем Деменьшиным. Дорогие мои, пожалуйста, первый вопрос. Появилась возможность встретиться с родственниками, с которыми давно не видались, и уже как бы и особых чувств нет, вопрос, встречаться или не встречаться. Встречаться обязательно. Всегда, дорогие мои, смотрите на свою жизнь, как на законченную. Всегда смотрите на свою жизнь, как будто вам 99 лет. За какие поступки вам будет стыдно, а какие поступки вы будете гордиться, дорогие мои. Поэтому, с точки зрения дальнего расстояния, не сиюминутного настроения, не сиюминутных эмоций, там, нравится вам кто-то, не нравится вам кто-то, да, а с точки зрения взгляда на всю жизнь целиком, чтобы ваша судьба была красивой, чтобы вы гордились, что вы со всеми родственниками в теплых, приятных отношениях вы никого никогда не оторгаете из жизни. Обязательно встречайтесь, обязательно со всеми общайтесь, дорогие мои. Смотрите на жизнь с высоты, с высоты многих лет. Смотрите на жизнь с высоты мудрости. Пожалуйста, следующий вопрос. Вопрос, если иметь дома в разных странах мира, то как не привязываться к разным вещам, и в том числе к этим домам, да, дорогие мои? Так же, как наша одежда стареет, и мы ее выкидываем, да, конечно, мы следим, чтобы наши костюмы были в чистоте, но мы не переживаем, даже если их испачкали, да, все временно в этой жизни. Даже вы, если будете иметь очень много недвижимости, не будем переживать. Вопрос такой. Если дома в разных странах мира нужны для того, чтобы приехать во время нестабильности, но не проще иметь большую сумму денег для того, чтобы во время кризиса приехать и купить. Дорогие мои, когда начнется кризис, тогда уже все поедут и все будут покупать. Поэтому покупать надо тогда, когда кризиса нет, и покупать надо тогда, когда спрос небольшой. Все надо делать заранее. Вопросы аналогичные с машиной, да, если человеку особо нет необходимости в машине, нужна ли ему машина, не проще ли, да, иметь несколько такси по звонку, которые к тебе приедут? Однозначно, дорогие мои, мне 38 лет, и у меня нет машины. То есть, если сегодня ночью не куплю, конечно. То есть, когда нет особой необходимости, машина не нужна, потому что геморрой очень много. В нашей стране юридический человек несет ответственность, даже если какой-то самоубийца сам прыгает под колеса машины, все равно водитель автомобиля будет отвечать. То есть, в нашей стране, к сожалению, автовладелец является дойной коровой, которую все, кому не лень, используют. И права, конечно, автовладельцев в нашей стране очень-очень ущемляются. Поэтому для вашего имиджа, для вашего восприятия самого себя необязательно иметь автомобиль. Абсолютно необязательно. Я выезжаю в Москву раз в неделю, живу я в километре от Москвы, и я точно знаю скорость моего прибития в центр Москвы. Когда еду на автомобиле, это такой нервный аттракцион. Дорогие мои, сегодня у нас тоже был очень нестабильный интернет, и вопрос такой, что не все выпуски пока выложены на ютубе. Постараемся завтра, дорогие мои, сделать. Сегодня реально у нас такое было предгрозовое состояние, а потом еще и гроза, и поэтому не все, что мы на сегодня, к сожалению, планировали, не все получилось у нас чисто по техническим причинам. Будут, дорогие мои, все выпуски у вас будут. Постараемся завтра к обеду, я надеюсь, что все будет стабильно. Спасибо. Если человек часто болеет гриппом, часто потеет и многие-многие другие заболевания, я бы всегда рекомендовал пройти диагностику, проверить свою эндокринную систему. Когда человек слишком часто потеет, часто устает, много спит, надо проверять щитовидку, дорогие мои, если щитовидка, все в порядке, и тогда, конечно, занимайтесь, практикуйте систему Норбеку. Но даже если с щитовидкой что-то не в порядке, а щитовидка очень податлива, упражнение образное дыхание для щитовидной железы, и она нормализует свою работу. То есть система Норбеку это как раз в тех случаях, про которые вы задаете и усталость, и вялость, и постоянно какие-то хронические заболевания, и так далее. Система Норбеку, дорогие мои, она именно направлена на устранение хронических заболеваний, а не на устранение острых форм заболеваний. То есть если у человека острый аппендицит, это, конечно, в больнице, это европейская медицина. А если у человека хронический бронхит, это, пожалуйста, это уже восточная медицина. Вопрос. Каковы основные причины разводов в нашей стране, в России? Дорогие мои, это настолько простой вопрос, как говорится. Основные причины разводов в нашей стране – это феминизм. Точно так же, как основные причины разводов в Европе и основные причины разводов в Америке. На сегодняшний день, дорогие мои, порядочных мужчин гораздо больше, чем порядочных женщин. К сожалению, это так. И причина не в том, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Причина – в воспитании. Дело в том, что во второй половине 20 века было немножко неправильное воспитание, и выросли цели поколений, и рухнул Советский Союз именно из-за смены поколений. К сожалению, женщины научились мужским чертам характера – таскать тяжелые сумки из магазина, работать на многих работах, принимать решения. Даже знаете, как в Советском Союзе было? Муж зарабатывал деньги, отдавал их жене. А жена выдавала ему по рублю на обеды. То есть более страшного абсурда для унижения мужского самолюбия, для унижения мужской инициативы, целеустремленности, мужской энергии. И придумать себе страшно. И все фильмы, которые были в Советском Союзе, во всех фильмах мужчина был показан как какое-то недоразумение ходячее. И в фильме «Ирония судьбы» и «С легким паром», когда интеллигент Ипполит моется в душе, находясь одетым в пальто. Это вообще такие нельзя фильмы показывать. Люди же всерьез это воспринимают. Мужчина не должен быть таким. Когда тебе нужно бороться за женщину, ты не должен заниматься жалостью к себе. Вот этот непонятный алкоголик, у которого мама армянка, врач, которого друзья посадили на самолет, и он улетел в другой город. И все вот эти образы мужчин, они не являются объектом для подражания. То есть все время показывали каких-то слабых, безинициативных, несамостоятельных, абсолютно немудрых мужчин. И очень многие женщины сейчас воспринимают своего мужа как ребенка. Когда мужчина куда-то идет, женщина спрашивает, а куда ты пошел, а ты зонтик взял, а платочек взял, ну иди. Многие мужчины чуть ли не разрешение спрашивают, куда-то идти. Многие мужчины боятся своих жен. И в результате, дорогие мои, сами женщины и страдают. И страдают из-за этого воспитания. То есть, к сожалению, на сегодняшний день, как бы это ни звучало утрированно, или как бы это ни звучало категорично, русская женщина не знает слова мужчина. Русская женщина, к сожалению, не понимает значение слова мужчина. Русская женщина не понимает громкий звук этих букв мужчина, не понимает, какая ответственность лежит на мужчине. Она не понимает, насколько тяжело быть мужчиной. Русская женщина не понимает, насколько мужики ответственны. Женщины воспринимают мужчин как безответственных и делают их таковыми постоянно Дорогие мои, сейчас огромное количество правильно воспитанных мужчин Порядочных, ответственных мужчин, которые хотят заботиться о женщинах Но, к сожалению, женщины своей категоричностью, самостоятельностью, мужественностью Отбивают у них эту инициативу Многие пьют, русский мужик пьет не из-за того, что он агрессивный А из-за низкой самооценки и отсутствия целей в жизни Две причины, почему пьет русский мужчина Низкая самооценка и отсутствия целей в жизни А какая цель в жизни? Мы берем тех же самых, не хочу никого обижать, дорогие мои Но если мы берем мужчин из Центральной Азии, которые приезжают сюда на заработки, гастарбайтеры Поверьте, человеку, который построил много домов Но это просто интеллектуальный упадок Это просто интеллектуальная деградация Но их женщины так воспитаны Они так ведут себя по отношению к мужу, что муж чувствует себя президентом в семье И они зарабатывают деньги То есть они не жалеют, не лежат на диване, не жалуются, не бухают водку Они реально посылают деньги своим женам Они реально чувствуют себя ответственны за свою семью Бывают, конечно, везде исключения Но в общем и целом отношение женщин к мужчин Женщин к мужчинам в Центральных Азиатских Республиках Более правильно Чем в Великой России, несмотря на всю ее имперскую историю Несмотря на всю ее огромную культурную просветительскую миссию Когда-то в 19 веке, в 18 веке, в 16 веке Российская семья была эталоном для всех семей вокруг Российский образ жизни Отношение женщин к своим мужчинам Был эталоном И отношение мужчин к женщинам Поэтому Россия самая большая страна в мире И русский народ реально нес культуру И причем именно культуру взаимоотношений Правильного отношения Здесь не было и излишнего деспотизма Который был на Востоке И здесь не было феминизма Который стал развиваться в 19 веке В Европе и в Америке Дорогие мои Слово феминизм и слово фашизм На сегодняшний день Это самые страшные слова Которые поражают И убивают нашу страну Больше вопросов нет Дорогие мои Напоминаю, что у нас осталось не так много выпусков И я напоминаю и рекомендую вам Смотрите наши видео Которые есть На канале на ютубе И задавайте вопросы Мы будем рады служить вам И мы будем рады Помогать вам Сегодня 26 число Сегодня день траура В Москве И мы приносим Свои соболезнования Мы приносим Всем, кого задела эта драма Всем людям, кого коснулась Эта беда Свои пожелания Силы Мудрости Самообладания Очень приятно смотреть Когда огромное количество Москвичей пошли сдавать кровь Потому что Очень много жертв Очень много раненых Тяжело раненых людей Это говорит о том Что у нашей страны Великое будущее Это говорит о том Что наши люди Очень нравственные Это говорит о том Что наши люди Очень сопереживающие А значит Человечные В человеке Самое главное Это душа Даже не дух Именно душа У немцев У фашистов У нацистов В Германии Не было фашизма Там был нацизм Фашизм был в Италии У нацистов Очень сильно была Духа Дух Сила Духа Сила Воли Была очень сильно развита А вот Душа И человечность Была развита Очень и очень слабо Конечно Нужна гармония И Душа Чувство Любовь Доброта Желание помочь И чтобы Дух Человека Был очень и очень Сильно развит Энергия Целеустремленность Инициатива Вот сегодня Мы коснулись Немножко темы Инициативы Инициатива Это власть Дорогие мои Инициатива в семье Всегда должна принадлежать Мужчине Это он должен Хотеть детей Это он должен Завоевывать сердце Женщины Это он должен Отвечать за здоровье Всех в семье Сейчас женщина Разбирается в лекарствах А мужчина Не разбирается в лекарствах Это неправильно Женщина Да Может советоваться Да Но последнее слово Последнее слово Принимать на себя Ответственность За здоровье своих детей Лечение своих детей Только мужчина Многие женщины Мешают этому К сожалению Многие женщины Не умеют Сказать своему мужу Я всегда на твоей стороне Многие женщины Не умеют Сказать своему мужу Да конечно Но любую Его инициативу Они отбивают У него инициативу Дорогие мои Все имеют право На ошибку Ваш начальник На работе Тоже иногда ошибается Вы уже не спорите с ним Сначала хотя бы Выслушивайте А потом думайте И только потом Предлагайте мягко Свой вариант Итак Встречаемся с вами Завтра В 22 часа 20 минут Спасибо вам Огромное За ваши вопросы Еще раз Наши соболезнования Наши добрые чувства Всем кому коснулась Московская драма Всем кого коснулась Трагедия Драма Отличается Трагедия События на Украине Это трагедия Трагедия Для самых беззащитных Людей Пожилых людей Маленьких детей Инвалидов И так-то Жизнь у многих Людей Очень и очень Небогатая Бедная Когда нету работы Когда нету Социальных пособий А сейчас У многих Нет электричества Вот это Трагедия Дорогие мои Трагедия Для Женщины Которые Сканулиют В грудь Своего Ребенка И каждый День Слышат Звуки Самолетов Взрывы Бомб Только подумайте Как это отразится На этих маленьких Детях Которые Сейчас Воспринимают Эмоции 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 Этого мира Когда им Один месяц Два Месяца Три Месяца Жизнь А кто-то Беременный Кому-то Рожать Пожелаем им Дорогие мои Давайте Все вместе Пожелаем им Мирного Меда Пожелаем Всем Людям Спокойствия Чтобы У всех Был мир В душе Стабильность Чтобы Характеры Людей Хоть Немножко Улучшались Несмотря На то Что Третье Тысячелетие Очень Много Агрессии Очень Много Глупостей Сейчас Все Кто На Украине Дорогие Мои В какой Бо Части Украины Не Были Мы С Вами Душой Сердцем